В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты. В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты 4.43.15.2020 года. Обновлено. 5.41.15.2020 года. Фотолия, Олег Подзаров. На порт в центре Хельсинки, Финляндия. Фотолия, Олег Подзаров. Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото. Хельсинки, 15 фифрия новости. ЦБ Финляндии примет меры для сокращения чрезмерной задолженности жителей страны. Беспокойство властей вызывают неплатежи и закредитованность населения. По данным Бюро кредитных историй, число финнов, не способных оплатить свои счета в прошлом году, выросло на 8 тысяч и достигло 382 тысяч. Самый быстрый рост задолженностей среди пенсионеров. За прошлый год число неплательщиков старше 65 лет увеличилось на 9%. Всего их сейчас в Финляндии 34,5 тысячи. В соответствии с правительственной программой несколько министерств примут меры для сокращения чрезмерной задолженности и улучшения способности граждан управлять своими личными финансами. Банк Финляндии в настоящее время запускает проект по повышению финансовой грамотности населения, рассказала РИА новости представитель банка Енни Хейлстрём. Доступность микрокредитования и простота получения с суд волнует и Министерство юстиции. 11 февраля, 12.44. Россияне стали реже платить по кредитам, заявили в Верховном суде. Такое развитие событий создает риски как для отдельных лиц, так и для национальной экономики. Для решения этих проблем необходимы как регулирование, так и финансовая грамотность. Фактически в Министерстве юстиции уже предпринят ряд мер для решения проблем, связанных с чрезмерной задолженностью населения, отмечают в ведомстве. Важно, чтобы люди понимали, как работают новые финансовые услуги и какие риски с ними связаны. В эпоху цифровых технологий мы должны постоянно развивать нашу финансовую грамотность, добавила Хейлстрём. 4 февраля, 3.54. Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам. По его словам, Банк Финляндии, Министерство юстиции и другие ключевые органы согласились с тем, что Банк Финляндии возьмет на себя ответственность за координацию действий по повышению финансовой грамотности граждан Финляндии. В этой роли Банк разработает план мероприятий, установив долгосрочные национальные цели, отметила Хейлстрём. Акцент будет делаться на обучении взрослых граждан правильному финансовому поведению в интернете. Финансовое образование в школах и учебных заведениях не входит в эту программу. 14 января, 9.28. Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков. Банк Финляндии рекомендует всем органам власти, частному сектору и сторонним организациям, занимающимся вопросами финансовой грамотности населения, принять участие в этой работе, подчеркнула Хейлстрём. В свою очередь глава финского Центробанка Оль Рен считает, что цифровизация и финансовый рынок, работающий как никогда раньше в глобальном масштабе, создали новые услуги и изменили поведение людей как потребителей и банковских клиентов. Расстаться с деньгами стало намного проще, отмечает Рен. Проект уже запущенный в настоящее время банк в сотрудничестве с ключевыми исследователями в этой области занимается анализом ситуации. План конкретных действий и целевые показатели будут обнародованы этой весной, добавили в банки. 13 февраля, 19.47. Туризм Финны недовольны дешевыми авиабилетами и просят ввести долг-налог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова